Эфир телеканала РБК Уфа продолжает программа перспективы недвижимости Ярим Хасанов. В ближайшие пять минут мы обсудим итоги февраля и какие перспективы ждут рынок недвижимости. Как менялись темпы выдачи ипотечных кредитов, до каких величин опустилась средняя ставка на такие кредиты. Стала ли доступнее ипотека, чего ждать в ближайшем будущем, а также главные новости в сфере недвижимости. Центробанк страны в очередной раз снизил ключевую ставку до 7,5%. Снижение ставок в условиях стабильности цен на жилье увеличивает доступность ипотеки за счет снижения платежа по кредиту. Так, при снижении ставки с 13 до 9% ежемесячный платеж снижается на 20%, а экономия за весь срок кредита достигает 45% суммы кредита. ЦБ ставит целью постепенно в течение 1-2 лет доведение ставки до равновесного уровня в 6-7% при инфляции около 4%. В январе текущего года средневзвешенные процентные ставки предложения достигли уровня 9,5% и ниже. Средневзвешенная ставка по программам рефинансирования близка к условиям кредитования на первичном рынке ипотеки – 9,5%. В то же время ставки на покупку первичного и вторичного жилья практически сравнялись. А теперь хорошая новость. Доля населения, которому доступна ипотека, в 2017 году по предварительным оценкам выросла до 43%. Это на 6% пунктов больше, чем в 2016 году. Основные факторы – снижение ставок и реальных цен на жилье за вычетом инфляции. В результате ипотека становится все более востребованным способом улучшения жилищных условий. Доля сделок с ипотека выросла с 25% в 2015 году до 45% в 2017. Уровень просроченной задолженности по ипотеке на 90 дней и более не превышает на данный момент 2,2% и продолжает снижаться. Лучший показатель 2014 года составляет 2,1%, при том, что за последние 4 года ипотечный портфель банков значительно вырос. По предварительной оценке специалистов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в январе 2018 года выдано более 65 тысяч кредитов на общую сумму 120-140 миллиардов рублей, что в два раза превышает уровень января 2017 года. В АИЖК прогнозируют, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и превысит по итогам года уровень в 2,5 триллиона рублей, а количество кредитов – 1,5 миллиона. Первые итоги января 2018 года подтверждают предварительные прогнозы. И очень хорошие новости. В феврале на рынке недвижимости Уфы появился еще один застройщик. Это компания «Унистрой» из города Казань. Они осваивают площадку в микрорайоне «Зеленая роща». Также, по нашим сведениям, на сегодняшний день ведутся переговоры с двумя федеральными застройщиками о покупке земельных участков в рамках города Уфы, что, безусловно, повлияет на конкуренцию на рынке застройщиков. И это скажется положительно на конечном потребителю услуги. Это была программа «Перспективы недвижимости» на телеканале РБК Уфа. Что бы вы ни делали, руководствуйтесь перспективой.